Четыре пожара на дачных участках произошли в Сарове в этом году. Два случились из-за неисправной электропроводки. Один из-за печного отопления, еще один из-за неосторожного обращения с огнем. Последний произошел на майских праздниках в Союзе. Тогда полностью сгорел дом на садовом участке. Это было сжигание мусора. Естественно, при порыве сильного ветра огонь распространился по сухой траве на соседний участок, в результате которого сгорел дом. Как правило, район у нас безводный, судоводческие товарищества. То есть воды в принципе недостаточно для того, чтобы один человек успел потушить огонь. На территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Пока он действует, нельзя разводить открытый огонь. То есть сжигать траву и мусор на своих огородах запрещено даже в специальных бочках или контейнерах. Как правило, люди думают, что мы сейчас в бочке потихонечку сожжем. Но они не учитывают тот фактор, что есть природные силы. Это ветер, это может распространить в том плане, что искры, которые выходят из этой бочки, они могут перелететь на длительное расстояние. Искра может вызвать тление. Уже через несколько часов на этом месте ветер раздует пламя. Что касается шашлыков, то их приготовление на углях запрещено на землях лесного фонда и примыкающих к ним территориях. То есть у себя на даче пожарить мясо в мангале можно. Но при этом в радиусе двух метров территория должна быть расчищена. До строения нужно выдержать расстояние в пять метров минимум. А рядом с собой нужно положить первичные средства пожаротушения – огнетушитель или ведро с водой. Есть ряд требований у пожарных и к печному отоплению. Печь должна быть из заводского изготовления. Это печь и электрооборудование. Нельзя перекалывать печь. То есть некоторые люди начинают топить баню с обеда и заканчивают там вечером. Очень часто были такие случаи, что люди даже уже когда помылись, в глубокой ночью возникновение горения в чердачном помещении бани, это, как правило, боров в печи не выдерживает. Либо труба, даже если труба идет с газозаводского изготовления, некоторые трубы не выдерживают перекала. Напоминают пожарные про правила безопасности в лесу. Ни в коем случае нельзя бросать на землю мусор и окурки. Очень опасны пустые бутылки или осколки стекла. Фокусируя солнечные лучи, они способны сработать, как зажигательные линзы. Если установить 4-й или 5-й класс пожароопасности, заходить в лес будет запрещено.